Здравствуйте, дорогие друзья! Вы спрашиваете, зачем Бог создал этот мир? Это очень важный вопрос. Потому что, когда мы знаем предназначение чего-либо, мы можем четко понимать, как эту вещь использовать. И мы можем понимать, что от этой вещи ждать, а чего ждать не следует. Допустим, ручка. Мы понимаем, что это ручка, и я знаю, что она приспособлена для того, чтобы писать. Я не жду, что из этой ручки потечет газированная вода или посыпятся пирожки. Я четко понимаю, как ее использовать и что от нее ждать, а чего ждать не следует. И точно так же, если мы четко понимаем, зачем этот мир создан, то мы не будем питать ложных ожиданий, и мы будем четко понимать, как в этом мире жить. Обычно люди говорят, что этот мир создан для того, чтобы мы были счастливы в этом мире. Здесь очень много всего интересного, и мы должны брать это и использовать для того, чтобы обрести здесь счастье и комфорт. Если в этом предназначение мира, то почему для того, чтобы обрести элементарное счастье, элементарный комфорт, нам приходится прилагать столько усилий. И даже обретя это счастье, через какое-то время мы обнаруживаем, что нам уже надоело, что мы хотим чего-то еще. Почему так, если этот мир создан для насхождения? Конечно, можно сказать, что мир недоделали, он несовершенен. И мы, люди, докрутим, допилим этот мир и сделаем его совершенным инструментом, чтобы обретать здесь счастье и комфорт. Из поколения в поколение люди стараются это сделать. Однако, веды объясняют, что у этого мира другая задача. Он идеально создан для другой цели. Веды объясняют, я прочитаю вам стих из Шримад Бхагавата. Поскольку верховный Господь исполнен сострадание к живым существам, то есть Бог испытывает сострадание, он хочет помочь живым существам, он посредством своей материальной энергии творит, сохраняет и разрушает космическое мироздание лишь для того, чтобы избавить живых существ от необходимости рождаться, умирать и вести материальное существование. Так Господь помогает им вернуться домой в духовное царство. То есть, он из сострадания создает мир, дает его живым существам и цель этого мира, чтобы живые существа в конце концов отказались от этого мира. То есть, получается, что этот мир огромная школа, где живое существо пытается научить определенным принципам. С одной стороны, конечно же, в этом мире есть все возможности исполнить различные желания. И это нормально. Стремление к счастью – это наша естественная потребность. Мы заслуживаем быть счастливыми. И мы пытаемся обрести это счастье в этом мире, бесконечные варианты того, как это сделать. Но каждый раз, когда мы обретаем что-то в этом мире, мы чувствуем, что мы достойны чего-то большего. Откуда это чувство? Это означает, что когда-то мы испытывали какое-то большее счастье. И в поисках этого большего счастья мы скитаемся здесь. Но на самом деле этого счастья здесь нет. И вот когда живое существо в попытках обрести какое-то большое счастье проводит здесь долгое время, в какой-то момент до него начинает находить, похоже, похоже, это не здесь. Почему я здесь оказался? Что держит меня здесь? И как мне выйти из этой школы и вернуться домой? Вот такие вопросы начинает человек задавать. И в этот момент, в этот момент веды объясняют, что самое важное, что нужно развить в этой школе – это два качества. С одной стороны, человеку нужно избавиться от эгоистичного настроения, от стремления жить для себя. Именно поэтому мы находимся в этом мире, в попытках обрести счастье для себя. А вторая вещь – это то, что надо развить живому существу. Ему нужно развить склонность бескорыстно любить и служить. Вот эти две вещи, на которые реагируют законы кармы в этом мире. Они чутко смотрят, чем движим человек. И если человек движим эгоизмом, то законы кармы наказывают его, а не отбирают у него возможности для насхождения. Если же человек движим тем, что пытается развить себе жертвенность, пытается развить уважение, милосердие, пытается быть, как люди говорят, хорошим человеком, то тогда законы кармы награждают его, дают больше возможностей. И самое главное – дают ему мудрость, с помощью которой он может осознать, что именно жертвенность, именно служение является тем принципом, который нужно развить, чтобы обрести большее счастье. И в этой школе помимо законов кармы, которые реагируют на деятельность, есть еще учебники. Учебники, в которых написаны принципы этого мира, чтобы человек мог сознательно развивать эту высшую дхарму, высшую обязанность человека, которая заключается в том, чтобы отказаться от эгоизма и развить в себе бескорыстное служение. Именно в этом заключается, согласно ведом, предназначение этого мира. Итак, с одной стороны, этот мир дает возможность человеку исполнить любые свои желания, но с другой стороны, главная задача этого мира – научить человека этим двум вещам. Отказаться от эгоизма, отказаться от того, чтобы жить для себя и научить его бескорыстной любви, бескорыстному служению. И когда человек научится этим двум принципам, когда он сдаст экзамен в этом мире, то тогда он получит возможность вернуться домой и обрести то счастье, то большое счастье, которое он пытался найти здесь. Он обретет взаимоотношения с удивительной личностью, Богом.